В эфире программа «Язык духовной стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! В 1996 году президент подписал указ об объявлении 1 мая Днём единства народа Казахстана. Сохранение межнационального и межрелигиозного согласия является одним из главных приоритетов политики Казахстана. В республике с 1995 года действует Ассамблея народа Казахстана, председателем которой является наш президент. И основной задачей организации является выработка предложений по проведению госполитики, способствующей развитию дружественных отношений между представителями более ста этносов, проживающих на территории республики. День единства народа Казахстана – это праздник казахстанского патриотизма и преданности. Об этом сказал президент. Этот день – день нашего всенародного единства, праздник нашей дружбы и согласия. С обретением независимости привычный многим поколениям праздник 1 мая вошел в перечень праздничных дат нашего календаря. И все достижения нашей республики благодаря миру и согласию. Мир полон примеров катастрофических последствий межнациональной и межконфессиональной розни. Мир и согласие – это не стечение каких-то обстоятельств. Это то, что мы построили в годы независимости. Такое согласие и мир – это величайшая работа нашей республики. Это наше общее достояние, которое мы должны беречь, подчеркнул президент. Если есть единство в семье, то семья будет хорошая. Если нет единства, то разойдутся главы семьи, и семья разрушится. Если в компании на предприятии не будет единства среди его отделов и подразделений, то предприятие будет банкротом. Если в государстве не будет единства, каждый его регион будет тянуть на свою сторону, то разрушится государство, и государство не будет. Слово «единство» имеет глубокий смысл. Если в семье есть единство, то она будет крепкой. Если на предприятии нет единства, то оно не процветает. Если в республике нет единства, то она просто разрушится. Поэтому единство – это наш стержень, сказал президент. В Казахстане живут разные этносы, их единство и братство являются основой нашего спокойствия. Казахский народ, наши казахские друзья, казахские братья, мы имеем честь, восторг, всегда принимать участие на таких хороших праздниках Казахстана. Конечно, мы братья, мы соседи, нас многое объединяет. Советского Союза осталось, потому что когда отмечали первое мае, сейчас 9 мая отмечают у нас, как отмечали раньше, а 1 мая уже не так, как раньше. Во-первых, я хочу пожелать всему казахскому народу и всему миру пожелать мир. Когда люди живут спокойно в мире и согласии, это и есть настоящее счастье. Невозможно быть счастливым поодиночке. Благополучие зависит от общего состояния в нашей республике. Поэтому надо ценить то единство и согласие, которого мы достигли, и передать это все нашим детям, сказал Нурсултан Назарбаев. А еще президент Казахстана напомнил, что в нашей республике создается общество всеобщего труда, которое выступает объединяющей силой. Праздник мира, дружбы и единства, что все народы едины, что мы все так доброжелательны. И чтобы в нашей Украине был наконец-то наведен порядок, чтобы мы, как говорится, могли свободно ехать. Мы боимся туда ехать. Мне очень больно, что Украина была такой же республикой, как наш Казахстан. Она входила в состав СНГ. И после того, как мы сейчас получили независимость, и Украина получила независимость, здесь сыграл политический вопрос. Поэтому хотелось бы, чтобы они точно так же, как и наш Казахстан, мирным путем нашли решение своих проблем. И так же, как и в нашем Казахстане, у них возрождалась вот такая дружба, вот единство. В преддверии празднования Международного дня единства в Уральске состоялся большой концерт с участием танцевальных коллективов и творческих организаций. Мероприятие прошло с участием представителей Западно-Казахстанской ассамблеи народа Казахстана. В предпраздничном концерте приняли участие артисты самых разных творческих коллективов города. И представители ассамблеи отметили, что организация подобных мероприятий помогает ещё больше сплотить народы, живучие в Казахстане. Это сближает людей, это взаимообогащает людей, зная культуру, разные песни, обменяя структурами, что мы дружные, мы единые, что Казахстан благодаря этому будет расцветать. Поэтому любая компания и корпоративный дух, который у них есть, это благодаря многонациональным коллективам, потому что они составляют весь коллектив. Поэтому дружба коллектива – это основа развития тоже коллектива, основа нашего развития Казахстана. Здесь можно было увидеть представителей всех национальностей, проживающих в нашем регионе. О том, какой национальности тот или иной участник, легко было догадаться по красочным костюмам. Кроме одежды и творческих номеров, участники представили блюда своих народов. Бишбармак, баурсаки, самса, каравайи, разнообразная выпечка и многое другое. Столы просто ломились от изобилия национальных блюд. В мероприятии принимали участие люди всех возрастов. От состоявшихся танцоров и музыкантов до начинающих артистов и любителей. На сегодняшний день в Западном Казахстане проживает более 90 национальностей и народностей. Не случайно наш регион получил название Евразия. Здесь тесно сплелись традиции двух культур – азиатской и европейской. И представителям этих народов очень важно сохранить нашу крепкую дружбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День единства народа Казахстана – это один из наиболее любимых в народе праздников, потому что он является объединяющим фактором для жителей республики. В этот день у каждого этноса есть возможность показать свою самобытность и свои национальные особенности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Уральске, как и во всех городах Казахстана, стало доброй традицией ежегодно праздновать День единства. Каждый год на главной площади собираются представители всех этносов, трудовые коллективы и, конечно, руководство города и области. Первым западно-казахстанцев в этот день поздравил Аким области Нурлан Аскарович Ногаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мир и согласие, которое на сегодняшний день главенствует Республика Казахстан, пусть оно будет вечным. Потому что мир, согласие, межнациональное, межконфессиональное согласие является основой нашего социально-экономического развития. На сегодняшний день Казахстан, благодаря развитию этих понятий, занимает достойное место как в международной арене, так и среди стран СНГ. И мир и согласие – не абстрактное явление, и это не стечение обстоятельств. Это результат водотворной ежедневной работы всех членов ассамблеи. С делегацией праздник посетили Аким города и области. И в День единства народа Казахстана гостей встречали представители 15 объединений. Казахи, русские, чеченцы, узбеки, корейцы и уйгуры. Все они представили свои национальные блюда, костюмы, показали творческие номера, исполнили народные песни и танцы. Отмечаем 1 мая. И он праздник и для молодых, и для старшего поколения. Это фактор единения. Так что от имени Акимата города поздравляю всех горожан с таким прекрасным, добрым и веселым праздником. Самая главная ценность любого государства – это независимость, это стабильность, это мир. А единство все это вместе объединяет, и результат этого является мир и согласие любого государства. Поэтому этот праздник является таким важным и играет огромную роль в том, чтобы и молодое поколение училось у старших. И чтобы единство народа было всегда крепким. Отпраздновать 1 мая пришли не только жители Уральска, но и гости города, которые были приятно удивлены сплоченностью народа, проживающего в нашем регионе. От имени Татарского культурного центра хочу поздравить вас всех с этим замечательным праздником – Днем единства народа Казахстана. Нам безгранично повезло, казахстанцам, что несмотря на то, что наша страна многонациональна, в ней проживает более 140 этносов, мы живем в мире и согласии. Мы никогда не делимся по национальному признаку или по конфессиональному. И этим, я думаю, что мы безгранично счастливы. Если это праздник Науры, то мы празднуем его все вместе. Если это праздник Сабантуй, то также мы празднуем его все вместе. И это еще раз подчеркивает, что у дружбы не может быть ни национальности, ни пределов, ни границ. Важной составляющей Дня единства является Ассамблея народа Казахстана. Именно сегодня на праздничное шествие выходят члены Ассамблеи, демонстрируя всю красоту и объединяя этносы. А еще стала традицией проводить семинары и торжественные мероприятия в преддверии Дня единства народа. В Уральске постоянным организатором диалога между национальностями выступает Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений при поддержке областной Ассамблеи. Главная цель таких семинаров – повышение профессиональных знаний и навыков слушателей по технологиям реализации этнополитики в свете послания нашего президента. В мероприятии принимают участие госслужащие, занимающиеся вопросами межэтнических и межконфессиональных отношений, руководители этнокультурных, религиозных, молодежных организаций нашей области. Все собрались для того, чтобы обсудить реализацию этнополитики. Наша главная задача – это продвижение государственной этнополитики во всех регионах страны, одинаковое ее понимание, а также обеспечение основных ее принципов реализации. Участники семинара выступают с докладами, в ходе которых выражает свое понимание значения общественного согласия и межэтнической толерантности. Заместитель Акимобласти Бахти Армакен в своем выступлении отметил, что сила любой республики в единстве ее народа. Ни деньги, ни природные запасы, ни природные богатства, ни военная мощь не помогут справиться с проблемой, если нация, государство не станет единым целым и будут идти в одно целое для развития своего государства, своей страны. Сегодня вот такие семинары, тренинги, они помогают для того, чтобы обменяться опытом, чтобы понять какие-то новые приоритеты, новые задачи, поставить работу на системной основе для того, чтобы уже выявлять определенные новые рекомендации для нашей совместной с вами общей работы. Президент особо подчеркнул, выступая недавно на сессии, что масштабы ассамблей в 21 веке будут только расширяться, а организационная роль будет только расти. Он уделил внимание эффективности работы домов дружбы, вовлечению молодежи во все мероприятия ассамблеи и формированию общественного согласия. Было предложено президентам во всех областях формировать общественные советы при ассамблее. И этнокультурным центрам необходимо будет стать живым мостом народной дипломатии при организации проведения международной выставки Экспо-2017. Ежедневная кропотливая работа этнокультурных центров, направленная на сохранение мира, единства и формирования казахстанского патриотизма, очень важна. Именно от чувства единства народа и ответственности каждого гражданина за судьбу республики зависит наше будущее. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Этот праздник – символ сплоченности нашего народа, нашего национального единства и общественного согласия. Эти понятия прочно вошли в нашу жизнь и стали для каждого дома и семьи миром, спокойствием и уверенностью. Сегодня очевидно, что сплоченность и согласие – это главные условия развития и государства, и общества, и каждого гражданина нашей Родины. Благодаря политической воле нашего президента уникальная межэтническая гармония в нашей республике объединила более ста этносов, которые вносят свой собственный неповторимый вклад в укрепление независимого Казахстана, его многообразия культур, языков, традиций и обычаев. Поэтому на 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент еще раз подчеркнул, что уникальная культура мира и духовного согласия – это наше общее культурное наследие, которое мы передаем потомкам как сокровище нации. Главный вопрос Ассамблеи работы – это создание общественного согласия, международного отношения, чтобы каждая нация, которая жила в Казахстане, чтобы не ущемлен был никаким вопросом. Поэтому главный вопрос – вот такой. Чувствовал Казахстан достойно во всех отношениях. Вот это главная задача сегодня проводимой Ассамблеи работы. Прошедшие годы с момента обретения Казахстаном своей независимость срок исторически небольшой. Но вместе с тем именно они стали тем отрезком времени, когда произошли кардинальные социальные перемены и смена политического устройства казахстанского общества. В довольно сжатые сроки формировались новые стили жизни, новые ценности установки, а также новые ориентации в экономической, социально-культурной сферах. Такого рода масштабные трансформации отразились как на самосознании людей, так и на их идентичности. В этом контексте важное значение приобретает единство народа Казахстана, находящегося сегодня в процессе становления в глобальном мире. Единство должно стать элементом модернизированного национального сознания всех этносов Казахстана, которое определяет содержание ценностных отношений, призванных обеспечить ценностную солидарность этнических субъектов. И за этим стоит внутренняя потребность казахстанского общества – сохранить свою целостность и внутреннее единство. Сегодня у нас участвует большое количество студентов, корейская национальность, также у нас в молодежи участвуют и только корейцы, это и русские, и казахи, то есть студенчество уральское. Приняли активное участие, как никогда, опять же, такой день, вышли все на праздник. Мы представляем общество Югорское, Диаспор, Уральское. Мы хочу поздравить всех казахстанцев, день единства республик Казахстана. Поздравляю всем, желаю крепкого здоровья, счастья. Чуть-чуть предлагаю. Ну и чтобы у нас было открытое небо, всегда был мир. О развитии межэтнического согласия в Казахстане свидетельствует тот факт, что в местах проживания этнических групп функционируют национальные школы. При национально-культурных центрах работают воскресные школы по изучению родного языка. Газеты и журналы выпускаются на 11 языках, радиопередачи выходят на 8, а телепередачи на 7 языках. Общий тираж СМИ, выходящих на национальных языках, превышает 80 тысяч экземпляров. Это без учета казахских и русских СМИ. Еще в Казахстане действует более 80 школ, обучение которых полностью ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и других языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана преподаются в качестве самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 195 специализированных лингвистических центров, где не только дети, но и взрослые могут изучать языки более чем 30 этносов. И сейчас в них учатся более 8 тысяч человек. Кроме казахских и русских театров, в Казахстане работают еще 4 национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий. Я очень рада, что я присутствую на этом мероприятии. Я всех поздравляю с этим праздником. Желаю счастья, здоровья, любви, чтобы никто никогда не болел. И чтобы этот день все повели весело и незабываемо. Поздравляю с праздником единственного народа в Казахстане. Желаю счастья огромного, всем здоровья и благополучия. Много народа, настроение поднято. Здесь ассамблеи все собрались, все нации. И я тоже в этом строю специально пришел приветствовать своих руководителей. Поздравляю, всем здоровья, всего благополучия. Все наше многообразие культур, наше взаимодействие и согласие выступают главным условием единения всего общества. И наша культура уже сегодня обладает чертами культуры мира и ненасилия. Ибо ее базовая характеристика является открытость и направленность на диалог с другими культурами. Только общими усилиями мы сохраним наши главные ценности – толерантное согласие и единство. Определяющее особое лицо казахстанцев, и мы должны трудиться, чтобы мир, согласие и единство в нашем общем доме никогда и никем не были нарушены. Наша программа была подготовлена при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова